На участке улицы Чапаевской в границах улиц Льва Толстого и Красноармейской планируется изменить схему организации дорожного движения, информирует телеграм-канал городской администрации Вести с Дворянской. По улице Чапаевской от Льва Толстого до Красноармейской будет введено одностороннее движение в направлении из города. Новые знаки появятся на участке ориентировочно в первой декаде августа. Всероссийский творческий конкурс «Ты то, что ты ешь» стартовал в детском центре «Орленок». Также он пройдет в оздоровительных и пришкольных лагерях по всей стране. Чтобы поучаствовать, нужно подписаться на страницу проекта «Здоровое питание» и предложить детям или внукам создать автопортрет в виде любимого здорового продукта. Или, как вариант, наоборот, показать, как выглядит человек, который любит вредную пищу. Формат любой, рисунок, селфи с аквагримом, фигура или рисунок из песка, фотоколлаж, аппликация, готовую работу нужно опубликовать в соцсетях. Подробности об условиях конкурса читайте в телеграм-канале городского департамента экономического развития инвестиций и торговли. 20 июля на стадионе Самара-Арена пройдет первый матч российской премьер-лиги нового сезона. Сыграют «Крылья Советов» и «Зенит». На все игры необходима карта болельщиков, в том числе детям. Оформить ее можно на госуслугах или посетив МФЦ. В дни матчей на стадионе работает мобильный пункт многофункционального центра около третьего гейта. Для оформления карты болельщика вам необходимо иметь с собой паспорт, сообщает телеграм-канал Советского района.